Сейчас многие дела о домашнем насилии, которые по статье «Побои» закрываются в суде по примирению сторон, чему суд сам способствует во многом. Когда судья, руководствуясь, я не знаю, какими-то стереотипами, какими-то практиками, он говорил жертве, ну побил, ну бывает, и что нам уже жаловаться. Когда мы работаем по жалобам молодых женщин, которые живут в незарегистрированном браке, очень часто умные, начитанные милиционеры-прокурор говорят, ну не жена она ему, не семейные-то насилие. Академия подкастов «Три медведя» запускает новый сезон цикла «Такой вопрос». Меня зовут Зиба Таджибаева, и обсуждать мы сегодня будем криминализацию домашнего насилия. В парламенте Таджикистана сейчас обсуждается новый уголовный кодекс, где как раз-таки предусмотрена уголовная ответственность за домашнее насилие. И говорить мы будем о том, почему это важно и почему так должно быть. Этот выпуск приурочен к 30-летию сотрудничества между Европейским Союзом и Таджикистаном. В гостях у нас Наджиба Шерембекова, правозащитница, исполнительный директор общественной организации «Право и процветание». Доброе утро, Наджиба. Здравствуйте, Зиба. Закон о предупреждении домашнего насилия был принят в 2013 году. Что, по вашим наблюдениям, изменилось с его принятием? В 2013 году был принят закон, как вы правильно сказали, и одновременно с его принятием были внесены изменения и дополнения в ряд других законов с единственной целью, чтобы закон эффективно реализовывался на практике. Так, в частности, в Кодекс об административных правонарушениях были добавлены две статьи 93.1 и 93.2, знаменитые статьи, наверное, все участковые их на зубок знают, которые предусматривали ответственность за нарушение законодательства о домашнем насилии и о нарушении положения защитного предписания. Кроме того, было внесено изменения и в закон о милиции, которое предписывало милицию реагировать на случай домашнего насилия. Помимо этого, уже в 2014-2015 году были приняты два важных документа, таких как «Концепция развития семьи» и «Национальная стратегия по борьбе с домашним насилием». Оба этих документа тоже пишут в числе своих главных задач создавать все условия для эффективной реализации этого закона. Что же изменилось? Я думаю, что изменилось многое. Во-первых, уже сама по себе тема семейного насилия, она вышла на публичное обсуждение. Если раньше говорили, что это частные дела семьи, если раньше говорили о том, что насилие в семье – это тема, которой у нас не имеет места быть, это тема, которая навязана нам Западом, и она противоречит нашим национальным традициям, обрядам, разрушит наши семьи, сейчас таких разговоров нет. Я думаю, что сама информировость женщин, она тоже повысилась. Женщины все более чаще обращаются в случае домашнего насилия за помощью государства в лице, милиции, прокуратуры, в комитет по делам женщин обращаются. Да и само государство сейчас тоже, когда пишет какие-то отчеты в комитеты ООН по различным конвенциям, ратифицированным государствам, они приводят статистику, сколько женщин обратилось, сколько защитных предписаний было выдано, сколько дел об административных правонарушениях по этому поводу было возбуждено, сколько уголовных дел. Одним словом, работа идет, и к ней подключились и доноры, так различные доноры поддерживают там различные направления, вот с тем, чтобы искоренить домашнее насилие, обучают, разрабатывают методики совместно с государственными органами сотрудничества ОБСЕ и Министерства внутренних тел, ПДВ, ЮНФП. Насколько я знаю, ООН женщины очень активны. Были обучены, сейчас действуют в структуре МВД, инспектора обучены специально методики, как работать с жертвами домашнего насилия. Сейчас даже пилотируется программа, которая работает с самими агрессорами, коррекционная программа. Есть такая пилотная программа, она у нас, по-моему, в Леваканде, и пока у нее пилотный такой вариант, и там работают с агрессорами, и там в числе агрессоров не только мужчины, но и женщины. То есть не такое. И если все работает, в принципе, а в Уголовном кодексе есть статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за побои, истязания, доведения до самоубийства, зачем нужна криминализация тогда домашнего насилия? В принципе, это будет просто дублирование. Вопрос хороший, я продолжу. Я очень, я перечислила вам, что изменилось, но я хотела бы сказать, что вместе с тем, вот с 2013 года, сколько лет прошло, все равно гражданское общество, я думаю, и государственные органы, они наработали такую обоснованную критику в адрес этого закона, то есть что не работает, что идет не так, что можно улучшить. В принципе, уже сейчас многие говорят о том, что этот закон не реализуется в полной мере, то есть закон о предупреждении насилия в семье не реализуется, потому что есть ряд причин, которым это препятствует, это отсутствие материальной технической базы, отсутствие шелтеров, все-таки недостаточная информированность и населения, и самих государственных органов, милиции, судейского корпуса, прокуроров по вопросам домашнего насилия. И поэтому сейчас закон о предупреждении, он уже имеет целый багаж такой обоснованной критики, которая требует его доработать, изменить и так далее и тому подобное. Насчет криминализации домашнего насилия это очень хороший вопрос, потому что этим вопросом задаются многие и долгое время. Я даже знаю, что ряд моих коллег, представители МПО тоже говорят о том, что зачем его криминализировать. Мы же сейчас в целом говорим о гуманизации уголовного законодательства. Я бы хотела сказать, да, действительно наш уголовный кодекс задержат целые блоки статей, которые предусматривают ответственность за преступления касательно жизни и здоровья, там другой блок чести и достоинства, есть блок преступлений, касающихся половой неприкосновенности, охрана общественного порядка, многоженство, выдача замужних завершеннолетних и так далее и тому подобное. Но я как сторонник криминализации домашнего насилия, и в принципе международные стандарты говорят о том, что домашнее насилие должно быть выделено в отдельный состав преступлений, потому что домашнее насилие само по себе преступление, которое содержит ряд специфических таких элементов, признаков, которые другим составам, о которых мы с вами говорили, они не присущи. То есть домашнее насилие – это цикл, это цикл, это цепочка, это спектр различных насильственных действий, не только побои, там, истязания, которых мы, когда касается домашней семьи, мы все время говорим только о побоях и истязаниях. То есть насилие – это спектр действий и сексуального, и физического, экономического, и психологического характера, которые применяются одним членом семьи в отношении другого члена семьи, и с единственной целью – подчинить, контролировать поведение, изолировать. То есть вот это выделение домашнего насилия в отдельный состав преступлений, оно будет способствовать тому, что при, скажем так, квалификации этого преступления не нужно будет искать признаки, знаете, по всему кодексу, по всех статьях, которые мы упоминали. Это будет отдельный состав преступлений. Я думаю, это очень важно. Я думаю, это очень важно еще с той точки зрения, что когда будет отдельный состав преступления, ситуация возможна, невозможна, а скорее всего она будет улучшаться, потому что уголовное наказание – это, конечно, не превентивные меры, которые более предпочтительны. Важно же предупредить, чем разбираться с последствиями уже чьей-то лишенной жизни. Вы уже ответили на мой вопрос, что изменится ли ситуация. Ситуация должна измениться, потому что есть очень важные моменты, о которых я хочу сказать. Криминализация домашнего насилия, она должна расследоваться государством. То есть эти статьи должны быть статьями не частного обвинения, а публичного обвинения, потому что жертва, она не всегда в состоянии нести вот это бремя, доказывать вину агрессора. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что примирение по таким делам, оно будет невозможным. Сейчас многие дела о домашнем насилии, которые по статье «Побои» или «Причинение легкого вреда здоровью», они практически закрываются в суде по примирению сторон, чему суд сам способствует во многом. А вот когда они будут переведены в дела публичного обвинения, то бремя расследования будет нести государство, а не жертва. Примирение сторон будет невозможно. И я думаю, что в этом случае будет наращиваться такая эффективная методика расследования этих преступлений. Можете немножко пояснить, в чем разница между частным обвинением и публичным обвинением, чтобы наши слушатели понимали? — Давайте я попробую объяснить на примере. — Да, так будто лучше. — Вот, например, к нам обращалась девушка, назовем ее условно Джамиля, и она из района Восе. Это не условный район, это реальный район, она действительно оттуда. Когда она обратилась к нам с жалобой на побои со стороны мужа и разлучение с детьми. И когда мы начали работу, мы писали различные органы, в принципе, прокуратура района Восе нам ответила, что разлучение с детьми не подтвердилось, факт двоеженства мужа не подтвердился. Милиция нам ответила, что в действиях вашего мужа, ну, не нам Джамиля ответила, есть признаки статьи, предусмотренную Головным кодексом, статьей 112, то есть умышленное причинение легкого вреда здоровью. Но это дело частного обвинения, поэтому рекомендуем вам самостоятельно обратиться в суд. У нас тогда Джамиля кто-то помог, написал какую-то бумагу в суд, суд вернул эту бумагу, сказал, вы не смогли соблюстить все требования процессуального законодательства, и ваши жалобы не соответствуют, поэтому исправьте вашу жалобу и внесите туда список всех свидетелей вашего избиения с их контактами. И дело было оставлено без рассмотрения. То есть, понимаете, жертва домашнего насилия после избиения обратилась, куда она идет? Она идет, как правило, к участковому, в прокуратуру, в комитет по делам женщин. В данном случае Джамиля даже в эти органы не обратилась, она ушла в дом родителей. В доме родителей, когда увидели, что у нее тяжелый физический, ну, повреждение, ее отвезли в больницу. В больнице она сказала, я упала. Вот это еще одна характеристика, что эти преступления, они имеют латентный характер, жертва не всегда говорят. Но травматолог, опытный врач понял характер этих ушибов, травм, что они нанесены предметом, она не упала, и он сообщил об этом милицию. Понимаете? То есть есть такие статьи частного обвинения. Туда входит 112-е, туда входят и побои, как вы правильно подметили, которые законодатели сходят из мысли, что эти статьи, они не представляют особой общественной опасности, и расследование по таким делам не представляет особого труда, поэтому бремя доказать вину агрессора ложится на жертву. Ей в любом случае понадобится опыт по помощи или опытного юриста, или опытного адвоката, для того, чтобы правильно составить все эти документы, для того, чтобы собрать доказательства, будь то видео, будь то фиксация повреждений, будь то какие-то свидетельские показания. Ей нужен юрист, она это не сможет сделать сама, правильно составить обращение в суд, и потом в судебном порядке тоже. Ведь довести дело до суда, мы довели дело до суда, мы этим очень гордились. Но в суде нас ожидали такие сюрпризы, когда судья, руководствуясь, я не знаю, какими-то стереотипами, какими-то практиками, он говорил жертве, ну побил, ну бывает, и что нам уже жаловаться? И он говорил, вы знаете, ты знаешь, какие у меня? Он даже не обращался к ней на вы. Какие у меня здесь тяжелые дела, у меня здесь разбой, грабежи, убийства. А я вот сижу, вот с твоим конфликтом, с мужем разбираюсь. А не помирилась бы ты с мужем, и не пошла бы ты домой, и не разгрузила бы ли ты, скажем так, мою судейскую деятельность? То есть стереотипы, негативная практика, они не только вот на общинном уровне, и среди, скажем так, обывателей, но они очень прочно сидят в головах тех людей, которые принимают решения. То есть это милиция, это судьи, это прокурор. Я сейчас не говорю в масштабах всей страны. Вопрос в том, что я говорю, вот исходя из своей практики, с которой я сталкиваюсь. Вы рассчитываете на то, что в уголовном кодексе домашнее насилие будет переведено в публичное обвинение? Иначе смысла нет. А тогда не будет ли злоупотребления? В любом случае же сохраняется, да, такой риск, что сосед, допустим, услышал, что соседи ругаются, а он там зуб точит на этого соседа. Пошел, написал заявление, что вот сосед бьет свою супругу. Ну, как бы и... Как с харассментом, да, это вот у нас, когда стали применяться активно административный кодекс, штрафы и так далее. Были случаи, когда мужчины говорили о том, что женщины стали злоупотреблять этим. И они сами провоцируют и даже обвиняют безосновательно и так далее. Я ей комплимент, а она меня подарит, да? Да. Иногда даже и комплимента не было. Вопрос злоупотребления, вопрос... Вот очень часто задают такой вопрос. Я просто хотела бы пояснить, что пострадавшая от домашнего насилия, будь то, неважно, кто из членов семьи, будь то мужчина, будь то женщина, будь то ребенок или пожилые члены семьи, имеет право на свободу от насилия. Они имеют право на неприкосновенность своей личности, они имеют право на свободно распоряжаться своей личностью. Мы знаем, из моей практики, что очень часто в семьях женщину даже изолируют, запрещают ей общаться с родственниками, запрещают ей общаться с подругами, запрещают ей учиться. То есть, если до свадьбы ей разрешали, выходишь замуж, доучиваешься, когда она выходит замуж, говорят, нет, все, университет. В городе распространенная практика. То есть, я хотела сказать, что человек имеет свои естественные права, еще раз повторяюсь, на жизнь, свободную от насилия, имеет право на свободное распоряжение своей личностью, имеет право на защиту от насилия, и государство, оно должно обеспечить эти права, потому что человек живет в упорядоченном обществе, которое называется государство, все регламентировано, все расписано, поэтому право, которое провозглашено Конституцией, оно должно защищаться. Что касается злоупотреблений или каких-то коррупционных рисков, о которых тоже очень много говорят, тут тоже вопрос нематериального права, это вопрос процессуального права. То есть, государство обязано создать законы, подзаконы, акты, разработать вот эти, скажем так, механизмы рассмотрения жалоб, обеспечить компетентное, квалифицированное расследование. То есть, оно должно мониторить, в конце концов, ситуацию, мониторинг, наблюдение, которое не только государство, но и общественные организации должны делать, посредством массовой информации, для того, чтобы система работала без боев, квалифицированно. А еще один очень важный элемент, это независимый, компетентный суд, который тоже будет, и важно, чтобы жертва имела ко всему этому доступ, это тоже очень важно. И государство должно принимать все меры, чтобы снизить риски злоупотребления, снизить коррупционные риски и так далее и тому подобное. Это уже вопрос процесса, понимаете? Если у него есть право, естественное право в силу того, что он человек, если есть, государство создает процессуальные, регулирует процессуальные вопросы, как это право должно имплементироваться, то мы не можем говорить о том, что мы не можем защитить жертву от насилия, только потому, что у нас система плохо работает, там сбои, там неквалифицированные люди, там, возможно, коррупционные схемы и так далее и тому подобное. Так не пойдет. Если все действительно сложится и в уголовном кодексе криминализируют насилие, домашнее насилие, и это будет публичным обвинением, сколько работы еще делать? На что нужно будет сделать акцент для того, чтобы закон действительно заработал? Ну, наивно полагать, что вот мы сейчас криминализируем и домашнее насилие искоренится. Во-первых, оно, по-моему, никогда не искоренится, но принять меры к значительному его, скажем, снижению, предупреждению можно. Вопрос одной криминализации не ограничится. Я думаю, что очень важно продолжать, повышать потенциал правоохранительных органов, милиции, судов и прокуратуры по вопросам домашнего насилия. Важно оттачивать вот эту методику, которая будет эффективно расследовать эти дела. И все изменится, да, сразу с принятием уголовного кодекса. Изменится ли ситуация сразу, и что нужно сделать для того, чтобы она хотя бы потом с шажками маленькими. Если домашнее насилие будет криминализировано, это, несомненно, большой шаг. Учитывая, что на постсоветском пространстве Таджикистан в принятии законов не отстает от других стран. То есть, в этом плане мы позитивный пример. Что касается выполнения этих законов, на это тоже обращается особое внимание, потому что государство призывает принимать действенные шаги, а не ограничиваться принятием номинальных законов. То есть, принятие закона, это еще не означает, что государство эффективно борется. Оно должно обеспечить меры по реализации закона, мониторинга за его выполнением и по ходу смотреть, что не работает, что работает, чтобы вносить коррективы. Поэтому, наряду с криминализацией, необходимо продолжать повышение информированности общества о домашнем насилии, продолжать эти меры, которые предупреждают насилие. Сегодня мы в основном с вами говорим уже о тех мерах, которые мы принимаем постфактум, после того, как убийство, ну скажем, допустим, убийство, оно состоялось, а мы говорим о предупреждении насилия. Вот, повышение опять-таки сотрудников потенциала сотрудников милиции, прокуратуры, судов тоже должно продолжаться. Они должны быть более чувствительны к этим делам. Система должна быть более гибкой. И вот эти негативные практики, стереотипы, они должны искореняться из умов тех людей, которые принимают решения. Вот, и, естественно, нужна политическая воля. Вот, допустим, руководство определенного МВД должно давать своим подчиненным знать, что домашнее насилие не должно игнорироваться. То есть, политическая воля и понимающие люди на руководящих должностях, исходя из моей практики работы, это очень важный момент. Коллеги, сейчас нам подсказывали по поводу семьи, да, то есть, домашнее насилие, оно сейчас только касается семьи, то есть, законного, да, супруга, законной супруги и там детей и так далее, а если это вторые жены, такая практика в любом случае, если просто брак не зарегистрирован в органах ЗАГСа. вопрос хороший, вопрос хороший, действительно, наш закон о предупреждении насилия говорит, что это умышленные противоправные деяния в отношении одним членом семьи, в отношении другого члена семьи. Понятие близких родственников есть у нас в семейном кодексе, есть в жилищном кодексе и на практике тоже, когда мы работаем по жалобам молодых женщин, которые живут в незарегистрированном браке, очень часто умные, начитанные милиционеры и прокурор говорят, ну не жена она ему, не семейное это насилие. Очень важно расширить этот перечень, потому что туда должны входить не только жены, брак с которыми зарегистрирован в органах ЗАГС, но так называемые вторые жены. Но я даже не знаю, вот сейчас как юрист как правильно говорить это, вторые жены, я буду говорить гражданские супруги, да, потому что многоженство запрещено, многобрачие конституция запрещает, 170 известная статья многоженства запрещает, но явление, оно существует. Эти семьи есть, они живут, у них есть общие дети, порой от трех до четырех человек детей, вот, и в случае насилия в семье эти дети, они тоже жертвы насилия такого, потому что они испытывают на себе последствия этого насилия, то есть это могут быть просто какие-то вот партнеры, я имею ввиду интимные партнеры, сюда в этот список должны даже входить бывшие мужья, бывшие партнеры, потому что есть такие случаи, когда бывшие начинают тоже преследовать, то есть этот список необходимо расширить и дать четкое определение этому, как это сделано в ряде стран, например, в Молдовии. А позитивный опыт есть у соседних стран? Позитивный опыт, да, давайте посмотрим позитивный опыт, вот Кыргызстан рядом с нами, страна, которая проводила судебно-правовую реформу, основной задачей которой была гуманизация, но одновременно с этим они криминализировали домашнее насилие, домашнее насилие у них криминализировано, да, есть вот, например, Литва, такая тоже страна на постсоветском пространстве, которая говорит о том, что предварительное расследование необходимо возбуждать во всех случаях, даже когда нет сообщения от специального заявления от жертвы, да, и у них как раз-таки эти дела из категории частного, частного публичного обвинения переведены в категорию публичного обвинения, то есть это сейчас полностью ответственность государства, это очень важный факт. Вот в Молдове, например, понятие члена семьи расширены, и туда включаются бывшие мужья, бывшие жены, сожители, бабушки, дедушки, братья, сестры, внуки, даже в том случае, если они не живут, насилие есть, имеет место, но они не живут вместе, там не ведут общее хозяйство, то есть примеры этому много. Будем ждать решения парламента? Будем, да. Данный подкаст записан при поддержке Европейского Союза. Содержание, публикация, это полностью ответственность Йорта Джи и Академии подкастов Три Медведя и не отображает точку зрения ЕС. Спасибо, Наджиба. Спасибо вам.